В данном видео я расскажу вам про SCP-2195, также известных как Сыны Нации. Вы узнаете об их биологии, создании, способах применения и о многом другом. Друзья, к сожалению, в нашем фандоме произошло одно неприятное событие, о котором, правда, почти никто так и не узнал. Дело в том, что у моих коллег канала Мистери Баскет, диктор и монтажер Дмитрий попал в больницу. Диагноз был поставлен крайне серьезный – опухоль головного мозга. К счастью, ему уже была проведена операция и сейчас он медленно восстанавливается. Мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже поддержали ребят. Простого лайка, комментария или привет от меня под их видео будет более чем достаточно. Ссылку я оставлю в описании. Добавлю, что Мистери Баскет делают качественные ролики по SCP, используя нарисованные имиджи иллюстрации. Желаю Дмитрию скорейшего выздоровления, а всем остальным приятных просмотров. Ну а я возвращаюсь к теме ролика. SCP-2195 – это не конкретный объект, а совокупность определенных документальных и материальных свидетельств. Относятся они к масштабному государственному проекту по массовому воспроизводству SCP-2195-1 в военных целях. В перечень SCP-2195 входят биологические образцы, демонстрационные испытательные изделия, прототипы, а также огромное количество самых разнообразных документов. Общий объем материалов таков, что на момент обнаружения ими было заполнено 19 стандартных 20-футовых судовых контейнеров. Изучение этих свидетельств показывает, что данный проект осуществлялся в условиях политических, исторических и социокультурных реалий, никогда не имевших места в известной нам действительности. Это говорит о том, что произошло аномальное перемещение SCP-2195 из иной вселенной, либо его изначальное аномальное происхождение. Несмотря на то, что ни одного цельного, полностью сформировавшегося 2195-1 в составе SCP-2195 обнаружено не было, имеющиеся материалы позволяют исчерпывающе описать их облик. И вот тут-то и начинается самое страшное. Оказывается, что речь идет о генетически модифицированных человеческих младенцах. С нормальными новорожденными 2195-1 не имеют практически ничего общего. Внешне они представляют собой эллипсоид длиной около 60 см и до 50 см в окружности. Масса тела при этом составляет порядка 9,5 кг. Нормальная, хотя и немного огрубевшая кожа, представлена только на переднем и заднем концах младенца. Между ними кожа уже омертвевшая и претерпевшая пергаминтообразное перерождение. Помимо этого наблюдается ее плотное сращение с костями. Подкожно-жировой слой и мышцы в этом месте отсутствуют. Ребра отходят от позвоночника на всем его протяжении, насчитывая порядка 55-56 пар. Они уплощены и срастаются между собой по всей длине, образуя сплошную костную капсулу, которая спереди неподвижно прирастает череп, а сзади кости таза. Череп маленький, симметричный, относительно продольной оси тела, обтекаемо удлинен вперед. Единственным обращенным наружу его отверстием является крупная глазница на переднем конце тела, содержащая анатомически нормальный глаз вместо века закрытой прозрачной перепонкой. Органы слуха отсутствуют, но чрезвычайно развит вестибулярный аппарат внутреннего уха. Тазовый отдел также асимметричен и служит местом прикрепления четырех идентичных конечностей, направленных вверх в стороны и вниз в стороны. Конечности имеют длину около 10 сантиметров и содержат единственную заостряющуюся к концу кость, образующую с тазовым отделом шаровидный сустав типа бедренного или плечевого. Свобода их движения сильно ограничена глубоким положением суставов тела и жесткими связками. Тем не менее, они снабжены мощной мускулатурой, ориентированной в основном на поворот конечностей вокруг своей оси. Между конечностями на заднем конце тела имеется отверстие со сфинктером, ведущим в небольшое слепое углубление с богато иннервированными стенками. Большинство внутренних органов рудиментарны или отсутствуют, что делает 21-95-1 жизнеспособным в течение не более 10-15 минут, если он не подключен к внешней системе жизнеобеспечения. Кроме упомянутых органов чувств, центральной нервной системы и мускулатуры, развита лишь кровеносная система, включающая основные магистральные сосуды, сердце и орган, напоминающие сильно видоизмененную селезенку, толстые стенки которой, богатые миоглобином, способны накапливать определенный запас кислорода и отдавать его в кровь, а также извлекать из нее углекислоту. Также присутствует небольшой электрический орган, образованный глубоко видоизмененной мышцей, и связанный нервами с проводящей системой сердца. Основной же объем тела, помимо переднего и заднего отделов, занимает ткань, гистологически схожая с подвергшейся крайней степени жировой дистрофии печеночной, содержащей, однако, вместо жира сложное органическое вещество с ярко выраженными взрывчатыми свойствами. Точное определение его параметров невозможно, однако, нужно учитывать, что SCP-2195-1 очень чувствительное. При падении с высоты даже в 20-25 сантиметров, вероятность взрыва составляет порядка 70%. Содержание взрывчатого вещества в объекте массой в 8 килограммов составляет до 25 килограммов в тротиловом эквиваленте. Период внутриутробного развития 2195-1 составляет нормальные для человека 40 недель. Рождаются они естественным путем, но сразу после родов подлежат некоторым обязательным хирургическим манипуляциям. Необходимо подключить систему жизнеобеспечения путем ее подсоединения к двум крупным сосудам через катетеры. Далее устанавливается металлический хомут, охватывающий позвоночник и выступающий наружу в виде бугеля системы подвески. На конечности монтируются лопасти из армированного пластика. Передняя же часть тела закрывается прозрачным колпаком-обтекателем. После этого в течение трех недель производились тренировки 2195-1 на эластичном подвесе в аэродинамической трубе, оснащенной проекционным оборудованием, отражающим вид с воздуха на различные типовые картины поля боя. В отверстие на заднем конце тела вводилось устройство, электрически стимулирующее нервное окончание, тем сильнее, чем точнее выдерживалось направление на заранее определенную мишень. За счет этого у 2195-1 вырабатывались навыки визуального распознавания различных типов целей и управления своим полетом при помощи установленных на конечности аэродинамических плоскостей. На время тренировок электрический орган, функционально являющийся детонатором заряда, должен был быть парализован инъекцией специальных препаратов. По завершению обучения SCP-2195-1 снабжался вытуторованной маркировкой в соответствии с типом целей, на которую он был натаскан. Погружался в анабиос и упаковывался в транспортный контейнер для дальнейшего использования в качестве управляемой фугасной авиабомбы. Обсуждаемые объекты были созданы в неком государстве, которое вело длительную и кровопролитную наступательную войну на чужой территории. Среди населения подобные действия были крайне непопулярными. Обычных приемов пропаганды оказалось недостаточно для подавления растущего пацифистского движения, особенно сильного среди солдатских матерей, и одновременно наметилось истощение возможностей военной промышленности. Чтобы решить обе проблемы, был предложен особый проект. Под предлогом различных обязательных медицинских процедур всем женщинам детородного возраста имплантировались эмбрионы 21-95-1. Волна последовавших рождений живых бомб была представлена пропагандой как естественное явление, проявление коллективного сознания или воли нации и свидетельство богоугодности проводимого военного вмешательства. Вторым важным фактором явилось кровное родство, требующее от матери безусловной поддержки добровольного начинания своего ребенка, что диктовало отказ от пацифистских убеждений, и делающее ее косвенным участником бомбардировок с вытекающим навязыванием личной ответственности за них. Вместе с тем, в ходе осуществления проекта имел место ряд эпизодов, которые, став достоянием общественности, могли бы резко его дискредитировать, как в силу, собственно, своего негативного характера, как и того, что природа и частота подобных происшествий вступали в противоречие с идеей справедливости и милосердия высшего разума вследствие и объяснений событий его волей. В первую очередь SCP-2195 содержит свидетельство многочисленных осложнений беременности и родов. Среди них были патологии развития и уродства плода, выкидыши и мертворождение. Также наблюдались многочисленные случаи внематочной беременности. В абсолютном большинстве случаев результатом стала гибель матери или утрата способностей иметь детей. Далее имеются родовые травмы и гибель матерей при родах, связанные с размерами и жесткой структурой плода. Еще наблюдался резкий, часто жизнеугрожающий токсикоз, вызванный побочными продуктами обмена процессов на фазе образования в теле плода взрывчатого вещества. Помимо этого была анемия, опасное истощение организма матери быстро растущим плодом, многоплодная беременность, гиперплазия и многое-многое другое. Самое ужасное было то, что женщин, не имевших других детей, и в ходе реализации проекта утративших способность иметь новых, ждала эвтаназия. Правительство, само собой, выдавало подобное за несчастные случаи. Другой частой проблемой во время беременности была самопроизвольная детонация плода, приводившая к обширным разрушениям и многочисленным смертям. Нередки были и случаи самоубийств. Беременные женщины, доведенные до отчаяния, накладывали на себя руки самыми разными способами. Чаще всего это приводило к детонации 21-95-1 со всеми вытекающими из этого последствиями. Фонд не был бы фондом, если бы он не попытался воссоздать живую бомбу по имеющимся документациям. После нескольких проб исследовательской группе удалось воссоздать экземпляр 21-95-1, используя в качестве суррогатной матери сотрудницу Д-класса. Несмотря на ряд возникших осложнений и потребовавшиеся кесарево сечения, экземпляр оказался хорошо сформированным и вполне здоровым, за исключением нескольких незначительных анатомических отклонений. На нем был выполнен цикл исследований и испытаний, увенчавшихся успешным поражением учебной цели на полигоне, и полностью подтвердивших сведения, приводимые в документах SCP-2195. Однако, испытательная комиссия отмечает огромные материальные и трудовые затраты, потребовавшиеся для воспроизводства образца и организации его жизнеобеспечения, при том, что он показал себя в большинстве отношений вполне эффективным, но не обладающим какими-либо выдающимися характеристиками. Признано, что какой бы то ни было практической ценности для организации, SCP-2195-1 не представляет. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и передавайте привет неуязвимой рептилии. Спасибо и помните, что в нашем мире нет SCP-2195-1. Однако, если вы не хотите обзавестись настоящей живой бомбой, используйте презервативы. Замечательно, поразительно, гениально. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке Есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, А иначе он сорвется, трапа-бах, и нет его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!